Темпы роста реальной заработной платы в Приморье обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора. Сейчас в крае проводится большая работа по повышению оплаты сотрудников не только бюджетной сферы, но и других социально значимых структур. Проводим работу по повышению заработной оплаты отраслей бюджетной сферы. Это не только те, которые установлены на федеральном уровне президентом Российской Федерации по повышению МРОД. Но еще мы и структурно повышаем заработную плату. Если вы помните, то мы начали в прошлом году, когда мы в отраслях лесной, в ветеринарии, в МЧС поднимали заработную плату. Сейчас мы очень внимательно смотрим по всем другим отраслям. На совещании также затронули тему теневого сектора экономики. Прозвучала серьезная аналитика, когда в некоторых отраслях не только роста заработной платы нет, а теневая экономика. И я хочу сказать, что вот эта теневая экономика, она открытая, она оценивается у нас в 168 тысяч человек. Это очень много, это 17% от экономически активного населения. И мы, конечно же, не можем с этим согласиться. Напомним, ранее в правительстве края заявляли о росте заработных плат работников госучреждений с 1 октября. Оклады повысятся у сотрудников образовательных и медицинских организаций, а также организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.